Всем привет, меня зовут Антон Зиминой и сегодня мы снимаем для Эйзел Ру. Мы сегодня снимаем замечательную балерину Марии Виноградовой. Новогодняя история, но нужно сделать это под фэшн историю, поэтому нужно взломать все шаблонные наши понятия о сказке, выйти за грани, ну немножко как-то одной ногой я оставаюсь и там, чтобы люди понимали. У нас дневное настроение, свет будет заливаться из окон и я хочу моментально за секунду переключиться до ночное настроение тоже, чтобы у нас была возможность снять как романтично, странно, так и может быть как будто это немножко такой тревожный кошмарный сон, чтобы как в сказке и мультике переходило от хорошего настроения позитивного к опасности и назад позитивно. Готовы? Раз, два, три. Раз, два, три. Ага, и стой, еще раз. Раз, два, три. Ага, отлично. Раз, два, три. Ага, здорово. Чуть-чуть больше на меня лицом, чуть-чуть. Раз, два, три. Раз, два, три. Отлично. Ага. Ты можешь его вести куда-то вот так. Третий кадр. Я сейчас пытаюсь смешать романтику первого, жесткость второго. Как-то найти баланс вот этот. Мы пробуем, блокируем свет, создаем тени, создаем настроение, из плоского пространства объемное. И раз, два, три. О, отлично. Ага. Привет, мама. Привет, Питер. Привет, Сачи. Привет, Маска. Раз, два и три. Ага. Здорово. Ой, красиво. Красиво. Красиво, красиво. Ну, на самом деле, очень красиво. Такая сумасшедшая вот эта гирь. Здесь вот мне нравится. Раз, два, три. Ага. Слишком назад уходишь. Слишком назад, мне кажется. Вот это красивое. Ага. Да, в ней какой-то вот есть какой-то magic и какой-то... А вот это тоже красивое, нет? Здесь много рюшек, и это как-то такой кан-кан слегка. Да, да, да. Сегодня опять получается непростая тема, непростая задача, потому что все условно. Как вы видели, в прошлый раз мы в Кремле с нимняли, когда условность трудно понять и объяснить и передать, мы оказались в той же самой ситуации, потому что мы снимаем с той же самой командой. Но это на самом деле забавно. И нам нужно так, чтобы каждый кан-кан был немножко разный, другой, такой романтичный, но темный одновременно. И опять-таки нет конкретных каких-то вот настрой, которые я могу сказать, что нужно снимать так и так и так. Мы просто двигаемся, пробуем, экспериментируем и пытаемся поймать настроение. В итоге иногда просто понимаем, что вот именно то, что мы хотим. Мы из такого плоского фона делаем объемный, разбивая его светом и тенью. На самом деле у нас есть источники, которые делают это за нас. И благодаря вот этой колонии у нас происходит толстая тень. И вы видите, что здесь этого на самом деле не видно. Судия очень плоская, но он на экране. Можете посмотреть, получается как раз то, что нужно. У нас есть разделение между цветом и тенью и объемом, который нам нужен. Воротник очень классный. Я бы хотела, чтобы там был свет, а тут была тень. Все, я сейчас сделаю. Вот так-то лучше сейчас. Вот, понимаешь? Тогда получается какая-то вот история. Мы сделали семь кадров и уже все начинает получаться. Что-то очень долго сегодня разгонялись. Ну, я и добился того, чего хотел. Настроения и праздничного. Но не слишком светлого, не слишком плоского, слишком простого. И у нас получается оставлять какую-то загадку. На самом деле вот мой любимый кадр, который только что сделали на кушетке. У нас всего лишь два прибора. И так получилось, что у нас оказалось зеркало, которое нам придает такую фишку, которую мы не смогли бы добиться иначе. И оно отсвечивает. У нас вот источник где-то отсюда. И он дает там тени, линии очень интересные. И на той стене с другой стороны как раз и висит зеркало, которое отражает, дает еще кусочек света, который добавляет еще какого-то объема дополнительного. И одним источником мы бьем в объектив, чтобы создать вот эту воздушность и облачность, дымку какую-то. И отражать. Мы просто заполняем все то, что у нас уже ловим. И все то, что у нас светится и отражается от всех этих белых стен. Вот так вот ее. Знаешь, чтобы это у нее была такая рама. Удохни через ротик. Опусти глазки вниз на пару кадров. Пальчики, это хорошо, да. Поменяй нижнюю ручку чуть-чуть. Так, да. Ага. Так тоже хорошо, да. Здорово. У нас осталось полчаса, чтобы снять, потому что уже все увозит. И раз, два, три. Как лучше сверху сейчас снизу снял. Вообще просто. Это первый балл за весь день. Очень красивая эта картинка. Прям обалденная. Хотя вот снизу все-таки да. Воздуха больше получается. Да, конечно. Раз, два, три. Ага. И раз, два, три. Здорово. И еще раз. Раз, два, три. Отлично. Раз, два, три. Ну, такая немножко Юля. Юля немножко. Раз, два, три. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девять, восемь, три, два, один. На самом деле, мне очень сложно описать схему сегодняшней съемки, именно световую схему, потому что мы каждый кадр что-то меняли. Начали снимать только на пилотах, что очень необычно и странно для меня было впервые. Потом перешли на вспышки, чтобы больше движения ловить. Делали четкую стенку, потом меняли и делали задний свет контровой, заполняли немножко отражателями. Но, в принципе, из-за этого получилась интересная история, потому что каждый кадр у нас освещен по-разному. И даже ребята, Виталик и Даня, они загораживали контровой свет, прибор мира, то ширмой, то отражателем, то вообще доской какой-то. Привет, у нас есть пара. Чтобы при каждом движении Марии и моей камеры, и ребят, получалось другое освещение и другое настроение. Это не просто, это сложно, но зато так можно получить очень интересные и неповторимые кадры. И надеюсь, у нас это получилось. Редактор субтитров А.Семкин